Депутат Московской областной думы Владимир Жук во время своего рабочего визита в Ленинский округ посетил Видновскую взрослую поликлинику, чтобы пройти первый этап вакцинации от COVID-19. Я переболел, достаточно период времени прошел уже, где-то 8 месяцев. Антитела я померил, они такие уже слабоватые, поэтому самое время сделать прививку. И тем более у нас очередная волна, и надо подавать пример, поэтому решил сделать и сделал. Перед самой процедурой народному избраннику измерили давление и уровень сатурации, после чего Владимир Жук получил инъекцию вакцины «Спутник Ви». Мне казалось, что посложнее будет, я даже не заметил укова, то есть вообще безболезненно, поэтому все хорошо. После прохождения вакцинации Владимиру Петровичу вручили сертификат и назначили дату второго этапа. Врачи напоминают о важности создания коллективного иммунитета, ведь в настоящий момент Россию накрыла очередная волна заболевания. Очень много заболевших, врачей, соответственно, не хватает, потому что очень большой поток заболевших, поэтому я всем рекомендую вакцинироваться, потому что мы не в состоянии справиться с данной ситуацией сейчас, поэтому всем рекомендую приходить и вакцинируйтесь. Витнерская поликлиника недавно открылась после капитального ремонта. Все время, пока шли работы, Владимир Жук держал ситуацию на контроле, а теперь лично оценил результат. Обо всех изменениях депутату рассказал заведующий поликлиникой Тимур Асанов. А добавились ли какие-то новые виды исследований? Да, у нас добавился специалист-полопрактолог и, соответственно, добавилось исследование практологическое, то есть данные исследования позволяют выявить или иные заболевания кишечника. Владимиру Жуку показали кабинеты с новым оборудованием и познакомились с продуманной методикой обслуживания пациентов. Отличительной особенностью видновской поликлиники стала обновленная навигация и указатели разных цветов для удобства посетителей. Мне кажется, что так комфортнее пациентам ориентироваться. У нас навигация выполнена в четырех цветах. Этажи четыре, цвета четыре. А если все было в одном цвете, мне кажется, для населения было бы сложнее ориентироваться в поликлинике.